Фу, ужа, согласятся с моим оператором, что я изуродовала блин Я отрезала 15 сантиметров длины Сейчас начинается самый ответственный момент Спокойно, Миша, спокойно, не двигайся, а Мне кажется, я уже пошла неправильно Вы это видите? Шок, жесть, посмотрите Где Миша? Привет, я Анимэджик, со мной тут четыре моих пёселя У нас на улице уже потеплело солнышко, поэтому кису Алису ветром уже сдуло Кто, кстати, не смотрел последнее видео про неё, посмотрите Обязательно вы там очень много всего интересного узнаете А я сегодня впервые в своей жизни буду стричь и купать, конечно же, Мишаню Но самое главное это то, что я буду делать ей новую прическу сама в первый раз Я не знаю, если честно, что из этого получится Объясню, почему я это буду делать попозже Надеюсь, с моим рукошопством это не закончится тем, что нам просто придется побрить её на лысо Но кто знает Ну, в любом случае, волосы не зубы, а отрастут Вы наверняка сейчас, кто смотрит этот ролик, подумали, что же это интересно такое за коробочка тут у Ани лежит Ну, а если не подумали, то ну и ладно Короче, это один из подарков Одному из победителей нашего конкурса, который мы проводили в Инстаграме вместе с зоомагазином Pet Shop.ru Видите, тут еще письмо такое будет с автографом, оно тоже победителю поедет Короче, мы планируем делать этот розыгрыш ежемесячным, пока что у нас все получается И разыгрывать с Pet Shop подарки для ваших любимых питомцев Как обычно, будет три победителя, так что обязательно пойдите и поучаствуйте потом Я в описании ссылочку на наш Инстаграм оставлю, где проходит конкурс Там условия мега простые И сможете от нас подарочек с автографом получить Господи, все такие легли, лежат Так вот, раз уж сегодня я впервые в жизни собралась сама постричь Мишу Про стрижки, про волосы Мне очень часто вы пишите в комментариях Кстати, не забывайте их писать обязательно Потому что больше четырех слов, есть возможность попасть в видео Сердечки и все такое, лайки Почему ты все время в шапках снимаешься? Во-первых, я люблю шапки Во-вторых, вот я сегодня без шапки И то это я помыла голову накануне и пыталась хоть что-то сделать с этими безумными кудрями Короче, это реально моя вот проблема жизни просто Я не знаю, что с этим делать со своими волосами Я пытаюсь их отращивать, но с прическами у меня всегда сложности Вот в честь этого я даже magic носочки себе купила Мне кажется, надо что-то это Вот, мне кажется, надо что-то это А что, я не знаю Так что, вот так Для тех, кто не в курсе Мы живем в загородном доме Те, кто смотрит меня постоянно в комментариях Обязательно сейчас опять напишут Аня, зачем ты говоришь в очередной раз, что вы живете в загородном доме Мы знаем Но я это говорю не для вас А для тех, кто впервые видит наш канал Потому что люди могут подумать Зачем я что-то делаю Это странно Потому что если бы я жила в городе Мишка такое легло То я бы, скорее всего, Мишу не стригла Потому что в городе ты вышел на прогулку Погулял, лапки помыл и все, все окей Но здесь, так как у нас недоделан сад Грязь, нет дорожек И в принципе природа То когда Миша выходит на улицу С вот этой всей своей длинной шерстью С этими шортами Вот даже пример Она перед съемками прогулялась И вот что у нее уже какая-то Какой-то кусок елки в хвосте И это неприятно И ей вытаскивать, вычесывать Вот иголки остаются И в принципе мне постоянно приходится Вот этим заниматься Все в грязи постоянно Вот тут, вот этот длинный хвост Вот тут шерсть Она просто очень такая пушистая Набитая, у нее много шерсти И то же самое люди, которые пишут в комментариях Собаки или кошка на свободном выгуле Это же ужас В городе, да, это ужас Но не за городом, где у тебя вот так вот везде заборы Животные гуляют на улице, конечно же Не на пеленку же им дома писать Поэтому я говорю, мы живем в загородном доме Когда, возможно, у нас будет сад, дорожки Все будет аккуратно, чистенько Мне не придется этого делать Но сейчас это мучение и страдание для меня Для Миши, особенно этой зимой Когда не было снега Она все время была грязная В этих репьях вся, в какой-то траве Вот здесь вот у нее все Вечно в каких-то колтунах Из-за вот этих вот колючек Она этим своим хвостом, как веником Всю грязь подметает Заходит домой И просто после нее такой след грязи В общем, это некомфортно ни мне, ни ей Поэтому сегодня я буду ей делать новую прическу Посмотрим, что получится Я надеюсь, хоть что-нибудь у меня да получится Вообще, по правилам Если бы это делал грумер в салоне То сначала бы ее помыли Высушили бы феном всю ее шерстку И потом бы постригли А оставшуюся шерсть, которая где-то там осталась Выдули бы снова феном Это правильно У меня последовательность будет другая Не как в салоне красоты То есть я сначала ее всю Вот эту ее шерсть Посмотрите, сколько ее много Расчешу А потом постригу, побрею Где надо И уже помою Потому что у меня нет фена И, соответственно, я не могу это все В правильной последовательности сделать Иначе после того, как я ее Перед стрижкой помою Она не будет Будет долго сохнуть Полотенцем я ее так идеально не высушу И это как С мокрыми волосами лечь спать То есть шерсть замнется Ну, представьте, вы легли с мокрыми волосами спать И проснулись У вас что попало на голове У меня всегда что попало на голове Ну, короче А еще для тех, кто любит Всякие такие наши жизненные штуки Мы вот переделали постирочную Кто смотрел рум-туры Наверняка помнит, как здесь все было По-другому Мы тут повесили вот такие вот полочки Здесь всякие штучки красивенькие стоят Все это в Икеа, кстати, куплено И вот такая вот прикольная полоска На которой тоже держатся вот такие вот полочки Штучки, в которые ты что-то складываешь Стаканчики такие Они навесные, то есть они снимаются И опять навешиваются Очень удобная, прикольная вещь Мне нравится, красивенько То есть постирочная прям изменилась И также тут большое есть грандиозное изменение Это появился шкаф Вот этот вот гигантский, высоченный монстр Видите, какой он огромный Намного выше меня Он стоял изначально вот в той соседней комнате Это котельная, хозяйственная комната И когда я думала переносить его сюда или нет Я боялась, что здесь пространства не будет Ну, будет мало места Но он вообще нормально тут встал Даже практически ничего не изменилось В общем А еще я наконец-то собрала вот эту вот Прикольную лесенку из Икеи Я собиралась ее очень давно собрать Еще в рум-туре показать Но только сейчас это сделала Спустя полгода Это я И вот на ней висеть может быть Какой-нибудь коврик сушиться Там полотенчик Вот такие вот штучки я сюда повесила Тоже из Икеи Очень прикольные Пластиковые с вешалочками Там что-то тоже может лежать Очень удобная штука Которая такая места типа не занимает Ее можно переставлять куда угодно Кто-то когда-то, когда я рум-тур снимала Написала Что, подмывочная у вас? Постирочная отдельная комната В которой как раз я и мою собак Вот в этой вот двойной раковине Как раз в этом большом шкафу Лежит у меня вот такая вот штука Совсем для ухода за собачками Шампунчиками Щетками, зубными расчесочками Всякими ножничками Когти, резиками Очень такая удобная вещичка Зубная паста Тут все А вот тут вот у меня лежит Тоже вот я фанат Маньяк хранения Как вы помните То есть, чтобы все было вот так распределено Здесь у нас бритва Которая нам пригодится И вот такие вот ножнички Филировочные и обычные ножницы Остренькие, маленькие Кстати, если смотрели про то, как я В фактах о Софи на ее день рождения Брила ее Это бритва человеческая Не специальная собачья А есть специальные собачьи Вот триммеры И всякие такие штуки Но мне вполне ее хватает Машинка А не бритва Это машинка А как? Бритвенная машинка? Бреющая машинка? Все-таки я постелю ей вот такую вот штуку Потому что очень скользкая столешница Если вы замечали У грумеров У них такие резиновые столы Чтоб собака не скользила У Мишки В отличие от всех остальных собак Самое большое количество шерсти То есть, вот ты руку туда засовываешь При том, что она небольшая Там столько прям Ух! Мишенька очень любит Все вот такие процедуры Типа массажа То есть, когда ты ее вот так вот чешешь Гладишь Я тоже люблю Когда чешешь Вот гладят Так, у нас тут есть Разные самые всякие расчески Пуходерки Короче, очень много Самых разных расчесок Я буду использовать вот это Вот она как бы и массажка И вот здесь вот щеточка И есть у меня вот такой гребешок Да, Мишеньку Для вот таких вот мест Это уже потом Когда я ее полностью расчесу Иначе сейчас будет цепляться Сейчас будет не очень ей приятно Потом мы будем использовать Да, Мишенька Кайф Засыпает Засыпает Собака Потому что кайф Не знаю Вот я обожаю Когда меня расчесывают Чешут Я из-за этого люблю Там в парикмахерские ходить Много людей с такими Приколюхами Кому нравится это Просто недавно как раз Болтали со знакомыми Они говорят Кто-то говорит Кто-то говорит Что я обожаю Когда меня чешут А кто-то говорит Я типа этого вообще не понимаю Мне это неприятно Я тоже обожаю Когда меня чешут Смотрите Вот уже пару раз Я провела И вот уже Сколько Шерсти С Мишеньки Слезла Вот он наш веничек Самый длинный хвост У Мишки Самый вот из всех Моих собак Посмотрите какой Я так сказала Как будто у меня У многих собак Есть хвосты У Юми есть хвосты У Миши Вот Юми И какой у нее Веничек Маленький Ну кстати тоже Не такой уже маленький Но он у нее Так сильно По земле не волочится Потому что у нее Вот здесь вот шерсти Немного А и у Мишки Такой прям Юми шопу свою Прислонила Дай хвост Мишин достану Господи И у Миши Он такой вот Прям набитый Тут прям как Волосы человеческие Парик можно делать Просто из этого То есть у Юми Все намного Проще У нее нет Столько шерсти Вот вам пример Вот это вот Все здесь На белых волосиках Как раз видно Вот это темные штучки Это все Всякие листики Вот этот мусор Земля Он вот здесь Вот у нее У бедной Собирается И все вот тут Вот в нем Это как представьте Вот у вас Длинные волосы Вы выходите на улицу И подметаете Ими землю А потом Ходите с этим Каково вот это чувство Так же и ей Она потом ходит С этой грязью В своих волосах У меня есть Честно такой мандраж Потому что Такую длинную шерсть Я Никогда не стригла Ну я против того Чтобы Стричь собак Например Когда я вижу Бритых шпицов Летом Мне их жалко Они такие красивые Их бреют Или йорков Которые созданы Для того Чтобы красоваться Своей шерстью Их просто стригут Вот как грифонов Тут вот остается А все остальное Лысое И на хвостике Что-то там Я против таких Историй Но как бы Хозяин Барин Делайте что хотите Я за то Чтобы собака Все таки естественно Выглядела Так как она должна Выглядеть по пародии Поэтому я попытаюсь Просто из Мишиной формы Сделать форму Чихуахуа У которой Более короткая шерсть Сейчас я должна Буду вот Из этого Ирокеза Что-то сделать Я думаю Что я вот так Вот по кругу Постригу Чтобы вот эта длина Которая больше всего Волочится под земле Была хотя бы Ну вот примерно Такая же Все уже такие Аня да начни Ты уже хоть что-нибудь Делать Ну я растягиваю Этот страх И просто Просто немножко Беспокоюсь Переживаю Хотя на самом деле Ну ничего страшного Не случится Не должно Кто-то бы возможно Ну я бы например Задал вопрос Да Почему просто Не пойти господи В салон И не попросить Грумера это сделать Во-первых Мы живем Очень далеко От ближайшего салона Второе Там везде Опасно Там в масках Надо ходить Не буду произносить Это ужасное слово Не буду портить Никому настроение А третье Это то что Я всегда за то Чтобы делать Все самостоятельно Стричь когти Я же не зря Начинала канал С того что Как научиться Стричь когти Самому дома И так далее Во-первых Денег меньше тратите Во-вторых Больше контакта С собакой Первый Стрижок Знаете Я думаю Что есть такой Вариант Если что Если получится Совсем все плохо Сделать Дизайнерскую стрижку Филировочными ножницами Это вещь Которая спасает Всегда Я стригу Некоторых своих знакомых Сама Прически короткие И Вот если что-то У меня Я прокосячилась То можно Филировочными ножницами Что-то подправить И никто даже не узнает А у Миши волос много Если что Ну Поняли В общем Сейчас тот Кого я стригу Посмотрел этот кадр И такой И пошел Разглядывать Свою голову И находить Такие лысые Пятна Просто Ну ладно Я не такая Плохая Что-то как-то Похоже на Обрубочек Кстати Вот посмотрите Какой у Миши Хвост Как колбаска Просто Хвост В общем Я вот тут Вот резанула Чуть-чуть Я хотела Красивенько Получилось Как-то кривовато И сразу Вспомнила Как в детстве Когда ты Такой думаешь Сейчас я сделаю Себе прическу Просто берешь Там ножницы Такой Отстригаешь И понимаешь Что у тебя Вместо челки Или чего-то Просто кусок Лысый На голове Короче Да Эксперимент Продолжается Я надеюсь Что я как-нибудь Этот косяк Свой исправлю Получается Какая-то Сарделька Такая Ох Ладно Мэджик подход Если для Поначалу Что-то не получается Отложи это Пока что И перейди К следующему Этапу А потом Будешь смотреть В общем Как получается Я сейчас Расчесываю Мишке Штанишки Вот этим Как раз Гребешком И Вот он Он еще Собрал Кучу шерсти Этот гребешок Вот Сколько он еще Собрал Пуха И шерсти Хотя до этого Я ее Расчесала Мне сейчас Также Жалко Отстригать Эти волосы Ой Эту шерсть Мишкину Также Жалко Как если бы Я отстригала Длину Кому-нибудь Вот человек Пришел бы В парикмахерскую Как в парикмахерскую Приходит Когда у меня Один раз В жизни Я отрастила Волосы До Пояса Это было Очень давно И я пришла Такая На лысо И просто Парикмахерская Как Вот это Взять Вот у меня Примерно Сейчас Такое Ощущение Меня Спасает Пословица Одной Парикмахершика Которая Когда-то Услышала Которая Сказала Волосы Не зубы Отрастут Хорошо Что Собака Не человек Если Стряжешь Человека Он сидит Просто Ты ничего Там не обрезала Ты вот это Не обрезала Что ты Там отрезала Собаке По большому счету На самом деле Пофиг Ей будет кайфово Что ей ничего Не мешает Ей На стиль Пофиг Как-то Имидж Ничто Жизнь Все Вот для собаки Комфорт Это все Ей пофиг На имидж Поэтому Это меня Немножко Хотя бы Успокаивает Учитывая То Во что Я сейчас Превращаю Мишкину Попу И это На самом деле Оказывается Очень Сложно Постричь Это Аккуратно Вот так Сейчас Выглядит Две Половинки То есть Вот это Вот ее Обычная Длина Вот это Сейчас То Что я Укорачиваю Постихоньку Ну Понятно Я еще Попытаюсь Привести Это В порядок Вот эту Сторону Я пока Что Так Оставлю И перейду На эту Чтобы потом Их Как-то Вместе Смотреть Уже Как они В совокупности Смотрятся Ох Прости Мишка Короче К жизни Нужно Относиться С позитивом Жизнь Это Не Зебра Жизнь Это Радуга Все Хорошо В общем Я Подстригла Миши Вот эту Вот Часть Попу Очень Коротко Возможно Даже Слишком Коротко Хвостик Подстригла Вот так Вот он Сбоку Выглядит То же Самое Что было В принципе Но Стало Покороче Прям Конкретно Так Покороче У нас Возник Конфликт С моим Оператором Спор О том Что Получилось Там было Плохое Слово Я даже Произносить Не буду Получилось Очень Очень Плохо А вот Я Так Не Считаю Я Считаю Что Для Первого Раза Для Для моего Первого Опыта Надо Учиться Есть У парикмахеров Специально Модели Которые Не боятся Что парикмахер Что-то Испортит Вот Я считаю Что получилось Не так Ужасно Все Все нормально Коротенькая Такая Попочка Зато Мишаньке Будет Комфортно И Животик Мишаньки Вот здесь Видимо Тоже Придется Подстригать Иначе Получается Что Здесь У нее Прям Коротко А тут Такая Шерсть Свисает Так что Наша Стрижка Продолжается И теперь Моя задача Постричь Вот здесь Вот Миша Это Я думаю Даже Сложнее Чем Попу Хотя Я не считаю Что получилось Плохо Ну серьезно Вот Я знаю Что лагеря Разделятся И кто-то Напишет Что Фу Ужас Согласятся С моим Оператором Что я Изуродовала Блин Миши Попу А я Надеюсь Что найдутся И люди Которые Как я Скажут Что Не переживай Отрастет Ну вот Сейчас Я вот Самое Такое Длинное Прям Отрежу Кстати Смотрите Сколько Уже Много Шерсти Я знаю Людей Которые Собирают Шерсть Собачью И потом Из нее Что-то Делают Но это Обычно Когда Больших Таких Собак Типа Чау-чау Вычесывают И даже Шапки Делают Между Прочем Вот Кому Кто Хочет Могу Прислать По Почте Шерсть Мишину Нормально Все Мне Нравится Погнали Сейчас Самое Сложное Будем Подстригать Вот Этот Низ Потому Что Он Явно Выделяется Аккуратненько Постараюсь Не Слишком Переборщить Мишанька Такая Умница Молодец Стоит На самом деле Оказывается Очень Неудобно Стричь Собаку Снизу Капец Как Я не знаю Как Грумеры Просто Это Делают Я Вот Так Вот Аккуратненько Здесь Ей Вот Эту Волосню Которая Вот Здесь На полу Болталась Я Ее Обстригла И Постаралась Сделать Такой Более Менее Переход Логичный Здесь Поменьше Здесь Побольше Все Таки У нее Здесь Побольше Шерсти И В принципе С попой Уже Получше Сочетается Я Аж Рулетку Достала Я Хочу Вам Просто Это Показать Я Отрезала Я Сейчас Покажу Вам 15 Сантиметров Длины Можете Себе Представить От Волос Отрезать 15 Сантиметров Это Насколько Вот Изменится Сколько Тогда Еще Там Остается То Если Это Длинная Часть Хвоста И Еще Сколько Это Там Сантиметров Это Я Шутку Вспомнила Самый Сложный Сейчас Будет Момент Потому Что Это Самое Заметное То Если На попу Как Сейчас Миша Может Сесть И Никто Особо Не Увидит Что Она Коротенькая То Это Лицо Морда Вот Эта Часть Которую Всегда Видно И Если Тут Прокосячится Я Уже Заметила Что Я Тут Вот Расчесать Сама Голову Поднимает Мишка Да Да Нравится Тебе Грифка У нас Получается И Вот Тут На Ушах Вот Эта Волосня Простите Она У Софи Есть Такая Проблема У Папильонов Есть Такая Вот История Что Вот Эта Шерсть Которая Здесь За Ушками Она Ну Выглядит Как Неопрятно Всегда Кто Вдруг Не Понимает Как Это Выглядит Вот Ухо У Собаки А Вот Эта Шерсть Она Как Быет От Уха От Сюда Вот Такой Вот Кусочек То Есть Мы Я Попробую Вот Здесь Ее Подлиннее Обрезать Чтобы Не Было Вот Этих Кусков Обсмоктанных А Здесь Уже Покороче Пройти Фух Сейчас Начинается Самый Ответственный Момент Заднюю Часть Мы Уже Закончили Спокойно Миша Спокойно Не двигайся Мне кажется Я уже Пошла Неправильно Да нет Вроде Все Не так Плохо Спокойно И попробую Вот Так Чуть Чуть Совсем Прям Вот Буквально Несколько Миллиметриков Не Ну Вроде Пока Получается Неплохо Для Человека Который Делает Это Первый Раз В Жизни Не Судите Строго Ребята Как сейчас Модно Говорить На ютубе И в роликах Всяких Не судите Строго Я Пытался Причем Странно Так У нее Здесь Сама По себе Шерсть Я никогда Не стригла Ее То есть Вот здесь Длиннее Чем Вот тут Нет Я должна Просто Померить Это Потому что Для тех Кто Не верит Сколько Шерсти Практически Ну вот 11 Точно Сантиметров Это Просто Вот Длина Еще Подкромсаем Чуть Подрежем Слегка Вот сюда Чуть Чуть Еще Немножко Переходик Вот С этих Вот Очень Длинных Которые Были Они Сразу Освежились Вот Эта Сторона Получилась Хорошенькая Аккуратненькая Ничего Лишнего Не торчит И я Не Обкромсала Ее То есть Получилось Так Ровненько Здесь Вы видите Сразу Различие Вот Тут Все Непонятно Как Длинная Торчит Во все Стороны А здесь Так Сейчас Получилось Очень Я прям Даже Горжусь Собой Потому что Я думала Будет Хуже Так Вот Тут Я уже Подровняла Чуть Чуть Ей И Сейчас Главное Вот Это Вот Сюда Повторить Чтобы Симметрия Была Мишаня Нет Стоим Стоим Потому что Сейчас Очень Ответственный Момент Если Я Сейчас С этой Стороной Закосячу Придется Может Такое Случиться Что Придется Просто Все Выравнивать А я Не Хочу Этого Нет 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 Я Это Сделала Я Только Что Вот Тут Обрезала Неправильно И Пришлось Вот Тут Тоже Подровнять Немножко Чтобы Ну Как-то Это Симметрично Было Ой Попробую Надеюсь Я Не Обрежу Ничего Коротко Сейчас Ты Ты Че Хочешь Чтоб Я Тебя Постригла Да Ты Хочешь Тоже Постричь Да Тебе Там Стричь Нечего Покемониха Короче Самые Страшные Опасения Фанатов Мишки Не Оправдались Я Не Стала Использовать Бритву Я Сейчас Сама Очень Рада Так Что Сейчас Я Постригу Ей Лапки Здесь Ничего Нового Я Показывала В стрижке Когтей По Моему Еще Где-то По Уходу Что Вот Я Просто Обрезаю Аккуратненько Мишоньку Лапки Вот Так Чтобы Грязь Не Забивалась Еще Что Подушечка Где-то Вот Там Вот Пострич Что-то Лишнее Вот Эти Вот Эту Шорстку Просто Аккуратно И Будем Ее Купать Смотрите У меня Такой Пулемет Такой Ра-та-та-та Удобная Штука На него Еще Такая Длинная Пол Можно Пылесосить Вообще Мне Прям Нравится Залетаем В ванну Мишонька Шампунчиком Которым Буду Мыть Мишоньку Вот Этим Вот Я его В петшопе Покупала Смотрите Какая тут Прикольная Такая Распосточка Очень давно Я его Покупала Вообще Давно Его до сих пор Мне хватило Потому что Шампунь же Концентрированный Их типа Разбавлять Как бы Надо По правилам И Я ему Жестоко Времени Пользуюсь При том Что у меня Четыре Собаки Ну пусть Маленькие Как одна Большая Смотрите Как Мишка Стоит Жопка Кверху Жопка Кверху Как-то раз Когда я показывала Очередное мытье Своих песиков Я говорила Собачку Нужно мыть Одна девушка Написала мне в комментариях Каня пожалуйста Когда намыливаете собаку Выключите воду Кровью Сердце обливается Согласна Воду нужно экономить Тогда Когда я снимала Вот это мытье Я говорила Вот собачку Нужно мыть Очень тщательно Попочка Там все дела И все сразу Давай ржать Типа Ага Попка Блин да Да Это надо Мыть Вы же моете Че в этом смешного Это правда жизни Это надо делать Нельзя это упускать Из-за каких-то своих Хюми ты помыться хочешь Да Это не фу Это не Попу мыть Это блин Надо делать Поэтому в этом Ничего нет Смешного И зашкварного Если вы заботитесь О своей собаке Что ей везде Надо помыть Потому что Она живое существо И у нее нет руки Вот так вот Где-то там Себя помыть Это должны сделать Вы Поэтому да Будьте готовы Если у вас еще нет Собачки Что вы будете мыть Если только Ну в салон Не будете ходить Где ей все будут мыть Лицотель Мышка Обожаю Вот это Смотрите Какая у Мишаньки Новая прическа Как у настоящего панка Рамштайн Тиль Линдеман Вы это видите Шок Жесть Посмотрите Когда обычно Моешь собаку Под водой То сразу видно Особенно если она пушистая Какая она тоненькая Вот Миша Не особо изменилась После того Как ее облили водой После стерилизации Все-таки собаки поправляются Сосисочка такая 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 сарделечка Скажи я Да Посмотрите на Юми Она Если ее облить водой Она просто Глиста Вот она тонюсенькая Она просто Вот У меня С куча свободного места Если я вот так вот делаю То есть Вообще Тут Кости как у попугачка Как у кошки Я тоже За зиму набираю Дома Вес Такая Милашкочка Жи я Сижу Пузико Мою Ванночки Это же прям Видео для тиктока Ну реально Такая сидит Собака В ванночке И ей так Пузико Намывают Да У нас есть тикток Подписывайтесь на него А где Миша? Только в том фокусе Где исчезает Миша Там был Кое-какой другой исход Не такой как здесь Вы сейчас увидели Кое-какой другой сюрприз Ну что Сейчас высушиваем Мишаньку Хорошенько Полотенчиком Посмотрите На этого маленького Пупсика На этого маленького Гномика Я думаю Что все хорошо Прическа удалась Вы это увидите В будущих роликах Будете мне писать Аня Зачем ты это сделала Или наоборот Аня Круто Молодец Я лично довольна Переходите по ссылочкам На видео На их канале Скоро на моем канале Анимеджик ролика Может быть уже вышел Ссылки все в описании Участвуйте В нашем конкурсе На подарочки В розыгрыше От подшопа и нас И увидимся Скоро в новых роликах Ух Я вся вспотела Подписывайтесь И лайки ставьте И комментарии пишите